Здравствуйте коллеги, с вами Исааков Роман, компания Нрав Маркетс, рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня поговорим о вчерашнем торговле фондового рынка в красной зоне. Ну а перед началом нашего видео напомню, что если вам нравится этот выпуск, то не забывайте ставить лайк, ваши вопросы оставляйте в комментариях. Ну а свежий выпуск подкаста 2 трейдера уже доступен также по ссылке в описании к этому видео. Итак, сегодня рынки продолжают торговаться пока в негативной зоне. Вчера США начал как раз и завершил день в негативной зоне на фоне опасения вокруг ряда факторов, которых сейчас мы чуть подробнее постараемся поговорить. Ну во-первых, это вторая волна переговоров, которая может возникнуть по торговой войне США и Китая. Фактически США обвиняет Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса, но и сейчас в свои руки может взять как раз всю ситуацию Китай и уже предиктовать США свои условия, уже вне зависимости от того, что было договорено. Потому что сейчас нападки США очень не нравятся Китаю и соответственно здесь могут начаться второй раунд данных переговоров, что безусловно негативно может сложиться, что негативно может сказаться на ситуации в США, особенно в текущий момент после того, как только-только начинается сниматься карантинный мир. То есть безусловно у инвесторов эта ситуация вызывает довольно-таки сильные опасения, но мы с вами продолжим об этом следить, а подробно как раз мы это разбирали вчера в подкасте, поэтому слушайте по ссылке. Также главный инфекционист США Антонио Фауччи опасается повторной вспышки коронавируса, который может наступить после смещения как раз карантинных мер. Риск повторного заражения вирусом достаточно велик и главный инфекционист США считает, что порядка 80 тысяч новых смертей может случиться из-за повторной как раз вспышки. Ну и после того, как уже вводится облегчением карантинных мер, то есть вот эта вторая волна, она может привести. Хотя мнение разных специалистов данной области, оно разнится. Кто-то говорит, что повторных вспышек невозможно, кто-то говорит, что вирус так или иначе останется с нами. Ну вот сейчас мнение разделяется, фактически сейчас многие действуют на ощупь. Ну и также важные события. Сейчас Россия выходит на второе место по количеству зараженных коронавирусом. Уже больше 200 тысяч к сегодняшнему дню. Уже Россия занимает второе место после США. Будем надеяться, что в этой гонке все-таки Россия первое место не возьмет. Ну а мы давайте посмотрим с точки зрения текущей ситуации, что происходит на рынке. Немного забегая вперед, я скажу, что все сделки, которые я открывал, я вчера в конце торговой сессии зафиксировал. Не в области локальных максимумов, но зафиксировав около 1% прибыли. Что в моменте это было порядка 4%, но зафиксировал я это чуть позже, уже практически перед самым закрытием. Так как все-таки ожидал продолжения роста фондового рынка и падения американского доллара. Ну а мы с вами начнем с пары евро-доллар. И здесь тоже важно отметить, что пока здесь общая тенденция сохранится восходящей. То есть фактически вот область поддержки, о которой мы говорили, это 1.078. От нее мы отбиваемся, но вот сейчас в области 1.085 как раз вот есть область сопротивления, которую пока мы не можем преодолеть. То есть с точки зрения часового таймфрейма здесь пока все остается в рамках той тенденции, которая была. То есть мы вчера обновили локальный максимум, сейчас корректируемся. Но теперь, соответственно, основное движение это уходит выше максимальной значения вчерашней торговой сессии. Ну а если мы уходим ниже минимумов, которые были как раз вчера сформированы, то здесь может случиться как раз вторая волна роста американского доллара и, соответственно, снижение евро. Поэтому здесь из позиции явно вышел, зафиксировав небольшой плюс, позицию открывал несколько дней назад. По паре британский фунт, американский доллар, также здесь пока мы торгуемся в области поддержки на 1.2259. И здесь как раз сейчас может сформироваться ложный пробой, который даст возможность войти в эту позицию еще раз. Или мы увидим как раз вот закрепление ниже данного области поддержки и еще одно падение. Вполне вероятно, что это может произойти до уровня 1.19, 100 и 1.18. На текущий момент уже движение здесь сохраняется нисходящее. Я также покупал от области поддержки, которая была на 1.2226. То есть, вот примерно в этой области я входил. Вчера были попытки роста, но все-таки день мы закрылись снижением и также ближе к концу торговой сессии. Из-за этой позиции я вышел с небольшим минусом. Ну и, собственно, сейчас бы уже понимаю, что позиция бы сработала по стоплосу. Так или иначе, у меня он стоял за минимум 7-го числа. Поэтому здесь я пока буду смотреть, как ситуация будет развиваться вокруг как раз вот области данной поддержки. Вполне вероятно, что может произойти и отбой, то есть формация ложного пробоя и уже возобновление роста. То есть, если здесь будут, соответственно, новые паттерны на вход, на покупку, то их я, безусловно, рассмотрю. Но сейчас пока мы снижаемся, на продажу я здесь входить не буду. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь ситуация напоминает больше треугольник, мы движемся в сужающемся диапазоне. Соответственно, здесь, как сделки, как и на покупку, то на продажу здесь вполне могут быть. Общая динамика здесь сохраняется в виде бокового движения, на мой взгляд. Поэтому сейчас мы находимся в середине канала, ни покупки, ни продажи здесь не столь интересно. Буду искать покупки в области поддержки на 1.38, ну а продажи, соответственно, в области 1.41 и, возможно, чуть выше. Поэтому пока здесь остаюсь вне рынка и наблюдаю. По паре американский доллар, японская иена, здесь пока сохраняется движение нисходящее. Мы видели довольно-таки неплохой рывок пару дней назад. Но сейчас вновь торговля переходит в фазу снижения. Сегодня мы уже торгуемся ниже минимальных значений, которые были сформированы вчера. Поэтому здесь, если кто-то находился в покупках, но если бы я был в покупках, то, скорее всего, покупки бы зафиксировал на текущий момент и приготовился к коррекции, к снижению. Тем более, тенденция сейчас сохраняется нисходящее. Ну вот, опять же, пользуясь случаем, здесь я бы для себя рассмотрел возможность открытия сделки на продажу. И вот как раз на момент записи данного видео, ну нужно еще дождаться 8, буквально 8 минут, закроется ли часовая свеча ниже. Но пока вот под запись я также сделаю, поставлю отложенный ордер и поставим его вместе с вами. 1779 будет уровень стоп-лосса. И сразу же проверим размер риска, который здесь мы можем использовать. То есть, фактически, в данной позиции для меня было бы интересно, если бы цена вернулась плюс-минус в верхнюю треть вот того диапазона, который был сформирован вчера. И тогда эта позиция для меня была бы интересна для входа. Ну, здесь мы видим, что риск по проценту, но так как основное движение сохранится нисходящее, то здесь я, наверное, даже добавлю еще один объем. То есть, поставлю не 2 сотами лота, а 3 сотами лота. Я постепенно по мере накапливания прибыли увеличиваю объем для того, чтобы не рисковать той суммой, которую я положу на счет, а именно плавающей прибыли. Что, безусловно, в условиях маржинальной торговли мне дает больше преимущества, больше интереса. То есть, первый фактически год торговля была плюс-минус для того, чтобы нарастить как раз вот эту необходимую денежную массу. Ну, а сейчас уже можно чуть больше сумму переводить на риск, так как я не рискую уже той суммой, которую вложил, а перекладываю сюда только ту прибыль, которая была заработана в ходе торговли. Возвращаю стоп-лосс, 107.79. 107.79, чуть промахнулся с одной цифрой. И, собственно, нет, не дает, сейчас поменяем. 107. Да, 107, конечно. 107.79. Вот стоп-лосс у меня стоит, но вот здесь как раз риск, он порядка 0,8%, что в принципе неплохо. Минимум риска и довольно-таки неплохое соотношение риск-прибыль здесь может получиться. То есть вот рассмотрю себе для себя вот такую позицию. По австралийцу здесь я тоже зафиксировал уже покупки, но общая тенденция сохраняется на повышение, поэтому покупки здесь я искать продолжу. Пока не буду здесь заходить на продажу, так как ситуация выглядит не очень интересно. Можно было пробовать заходить вчера, но пока здесь тоже воздержусь. И вполне вероятно то, что как раз покупки здесь будут более интересны. По новозеландцу мы ушли чуть ниже. Здесь также мы сейчас пришли в фазу нисходящего движения с точки зрения часового таймфрейма, с точки зрения дневного таймфрейма у нас здесь рост сохраняется, поэтому поиск покупок опять же здесь остается в приоритете. Поэтому я для себя буду искать дальнейшую возможность купить, возможность тех уровней, где находится цена сейчас, но нужно получить локальное подтверждение, потому что цена готова двигаться на повышение. Пока его не поступило, мы остаемся наблюдать за данной парой, но готовлюсь я именно к покупкам. Золото сейчас также продолжает торговаться в достаточно узком диапазоне. Пока общий тренд сохраняется восходящий, ну и собственно в этом канале золото именно движется. Теперь для того, чтобы была вероятность увидеть новый максимум, нам нужно увидеть уход выше максимальных значений, которые были сформированы как раз первые две торговые сессии этой недели, понедельник и вторник, то есть уйти выше отметки 1711 долларов за одну тройскую унцию. А вот как раз фондовые индексы на опасениях, ну на разных опасениях, которые мы обсудили в начале, вчера корректировались, не увидели мы обновления локального максимума пару дней назад по DAX, не увидели мы то же самое по S&P, поэтому здесь возможно снижение как раз может случиться. То есть как раз сейчас мы видим пока что тенденция сохранится восходящая, но DAX фактически с точки зрения часового таймфрейма вчера перешел в фазу нисходящего движения и начинает падать. Соответственно тут контртрендовый сценарий, это сейчас поиск продаж, это я как раз делаю по S&P, но основная идея будет также покупать на моменте завершения данного нисходящего движения с целями уже обновления локальных максимумов и возобновления роста, если не будет того негатива, который все-таки оморочит ту ситуацию, которая происходит на фондовой рынке и даст новый импульс нисходящего движения. По S&P 500, также сделка у меня была открыта на покупку из нее, я вышел вчера, сейчас пока рассматриваю возможность краткосрочных продаж, ну краткосрочных имеется ввиду очень спекулятивных, то есть здесь я даже специально взял риск меньше, чем могу себе позволить, но довольно-таки близко к локальным максимумам. То есть если сегодня будет вот такой еще рывок, вот такое движение, то в принципе в эту позицию я бы вошел, посмотрел, ну что из этого получится. Вполне возможно то, что тот негатив, который сейчас накапливается, он да, способствует еще одной волне снижения по фондовому рынку. Ну и собственно здесь было бы тоже интересно присутствовать при этом. Нефть остановилась в области сопротивления, сейчас мы не можем пока обновить локальный максимум, который в начале мая были сформированы, и движемся в таком небольшом боковике по СВД на нефть марки Brent. Мы находимся в области 28.91, пока общее движение сохранится в исходящее. С точки зрения часового таймфрейма у нас как раз вот формируются попытки начала нисходящего движения. То есть вот сегодня мы закрепились уже ниже локальных минимумов, вполне вероятно то, что можем ожидать нисходящее движение и по остальным активам. К примеру, нефть по WTI сегодня торгуется ниже минимума вчерашней торговой сессии, что также у нас переводит сейчас в фазу нисходящее движение. Это значит, что пока с покупками нужно подождать, а покупки искать уже, когда мы вновь перейдем в фазу роста. Ну и давайте глянем на фьючерс по WTI. Вот фьючерс пока остается в зоне роста на текущий момент. И пока мы здесь не обновили локальные минимумы, поэтому здесь пока остаются покупки. Возможно, что чуть позже это произойдет. Ну а пока общее направление остается здесь на покупку. То есть я для себя также продолжу искать как краткосрочный день на покупку, так и среднесрочный в том числе. Ну вот на сегодня к текущему часу это такая ситуация. С вами был Саков Роман. Не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео. Ну и ваши вопросы также оставляйте в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня. Спасибо за внимание.